В эфире информационно-аналитическая программа событий недели в студии Белла Кварчия. Здравствуйте. Внимание экспертного сообщества страны на этой неделе было приковано к ситуации в сфере туризма. Ученые Центра социально-экономических исследований и предприниматели, работающие в сфере туризма, размышляли о том, что необходимо предпринять для поддержания важнейшей отрасли в республике в тяжелые для нее времена, оценивали перспективы развития туризма в Абхазии и необходимость выработки плана действий для выхода из кризиса. Насколько полезной оказалась встреча и как видят участники туристического рынка будущее туризма в Абхазии, мы обсудим с нашим гостем в студии позднее. А сейчас напомним о наиболее значимых событиях этой недели. Ирина Аршба продолжит программу с обзором главных новостей. Вопросы формирования общего пространства обороны и безопасности Абхазии и России были обсуждены в администрации президента. Аслан Бжани встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазии Алексеем Двиняниным, представителями посольства России, Управления ФСБ, Минобороны и МВД России в Абхазии. Приветствую гостей, Аслан Георгиевич отметил значимость встречи ввиду дружественных отношений между Россией и Абхазией. Уже в воскресенье президент Абхазии вылетает в Москву, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия победы Великой Отечественной войне. Аслан Бжани отметил, что накануне этой поездки для него особенно важно и ответственно познакомиться с представителями госструктуры Российской Федерации, несущих службу на территории Абхазии, и обсудить все вопросы двустороннего сотрудничества. В рамках встречи были подведены итоги и обсуждены отдельные положения договора о союзничестве и стратегическом партнерстве в части формирования общего пространства обороны и безопасности, подписанного между обеими странами в ноябре 2014 года. Этому договору более шести лет, многие мероприятия уже реализованы, некоторые мероприятия реализовать не удалось. Считаю важным понять, почему и по какой причине. Договор был направлен на то, чтобы придать новый импульс нашим межгосударственным отношениям. И развитие положения этого договора, конечно, очень важно для граждан Абхазии и, соответственно, Российской Федерации. В конце рабочей недели были назначены руководители Министерства сельского хозяйства и Министерства просвещения и языковой политики. Так, министром сельского хозяйства стал первый вице-премьер Беслан Джопуа, а министром просвещения и языковой политики Инал Габли. В тот же день указом президента начальником Центра специального назначения службы государственной безопасности Абхазии был назначен майор Джон Атумава. Народные избранники не приняли законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами. Изменения предполагали вступление в силу данного законопроекта без его привязки к закону о государственной службе с 1 января 2021 года. 18 июня состоялось очередное заседание сессии парламента, в повестке дня которого было более 16 вопросов. Депутаты заслушали отчеты об исполнении бюджетов и приняли законопроекты об исполнении республиканского бюджета за 2018 и 2019 годы, а также об исполнении бюджетов фунда репатриации за 2018 год. Кроме того, народные избранники поддержали обращение Министерства иностранных дел в Республике Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида осетин. Более 10 вопросов повестки дня касались сдачи разрешения на перевод земельных участков из категории в категорию и приватизации объектов госсобственности. Все эти вопросы были одобрены. В Центральной избирательной комиссии зарегистрированы 9 кандидатов в депутаты Народного собрания парламента Абхазии. С 15 июня начался агитационный период, во время которого кандидаты могут встречаться с избирателями. В понедельник, 22 июня, состоится жеребьевка и будет определен порядок их выступлений в прямом эфире ГТРК. Повторные выборы депутатов Народного собрания пройдут 12 июля. Вице-премьер министра экономики Кристина Усга на этой неделе выехала с повторной инспекцией в село Каман и город Хорчал, а также ознакомилась с ходом строительных работ во второй сухумской школе, которая пострадала от пожара весной прошлого года. Ремонт начался в июне прошлого года и продолжается по сей день. Пострадавшая при пожаре кровля и ее конструкции были полностью демонтированы и заменены. Заново положены полы и отштукатурены стены. Кроме того, здесь установлены системы видеонаблюдения и пожаробезопасности. Сметная стоимость их работ составила более 72 миллионов рублей. Из них на сегодняшний день профинансировано 68 миллионов. На данный момент выполнена основная часть работы. Далее Кристина Усган повторно проинспектировала улицу Гумская. Дорога, ведущая в село Каман Сухумского района, восстанавливалась в рамках инвестиционной программы «Содействие социально-экономическому развитию Абхазии». Однако работы здесь были приостановлены. Ранее министром экономики на данном объекте было выявлено ненадлежащее качество проведенных работ и нарушение сроков. В связи с этим было принято решение заменить субподрядчика. Протяженность ремонтируемого участка улицы Гумска составляет 15 километров. Сметная стоимость проекта – 110 миллионов рублей. Кристина Усган повторно посетила и Тхорчалскую центральную районную больницу. В ходе первой инспекции было выявлено, что проект не предусматривает таких необходимых блоков, как здание столовой, морга, прачечный, помещение для размещения рентгеновского аппарата, а также забора. Подрядчикам были подготовлены соответствующие предложения по определению мест дислокации данных сооружений. По итогам поэцкий вице-премьер поручила руководству управления капитального строительства держать восстанавливаемые объекты на контроле и еженедельно предоставлять отчеты о ходе работы. На данном этапе пока еще не окончательно принято решение только по одному объекту, по столовой. Все остальные решения управленческие, я думаю, будут согласованы нами и переданы подрядчику на уже исполнение. Сметная документация уже подготовлена. Будет проходить в ближайшее время экспертизу. Экспертизу, работы на объекте начаты. Сейчас проводятся работы по фасадной части элементов зданий и работы внутри непосредственно помещений. Пока не могу обозначить конкретный срок, потому что документация требует прохождения экспертизы, подтверждения ее стоимости, после чего будут понятны сроки завершения всех работ. Но в любом случае задача поставлена сделать это в максимально сжатые сроки. Сухомский городской суд определил срок содержания под стражей исполняющего обязанности гендиректора Абхаза Автодор Бориса Ачба до 18 августа 2020 года включительно, сообщается на сайте суда. В пятницу 19 июня генпрокуратура дала согласие СГБ республики на возбуждение уголовного дела в отношении Ачба по подозрению в мошенничестве, хищении бюджетного имущества путем обмана. По данным следствия, Ачба подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей, полученных им путем составления подложных документов о выполнении работ соучастий с неустановленным следствием лицом. Специалисты дорожно-ремонтно-строительного управления администрации города Сухом продолжают ремонт дорог столицы. В данное время работы идут по проспекту Аяйра. Здесь частично заменяется асфальтовое покрытие. Далее по плану намечен ремонт улиц Сахарова и Иналыпа. Работы на улицах местного значения финансируются администрацией города Сухом. Дорожный фонд планирует провести такие же текущие работы по улицам республиканского значения, проходящие через столицу Лакоба и Генерала Дбар. Капитальный ремонт дорожного полотна будет произведен после замены всех городских коммуникаций. В общеобразовательных школах Абхазии начались выпускные экзамены. В этом году школьники сдают два предмета письменно – родной языки и алгебру. 17 июня все выпускники школ республики, а их в этом году 1950 человек, сдали экзамен по родному языку. Тема была посвящена 75-летию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Выпускной экзамен по алгебре и началу анализа состоится 23 июня. А уже 26 июня состоится торжественное включение аттестатов выпускникам школ. Это был обзор основных событий недели, а сейчас в главной теме. Сегодня туристическая отрасль переживает нелегкие времена. В настоящее время турпотоку в страну препятствует закрытая из-за угрозы распространения коронавируса Абхазо-Российская граница. Пустуют гостиницы и отели, не работают главные объекты посещения туристов. В стране все еще официально запрещено бронирование мест отдыха. Тем не менее, турбизнес пытается подготовиться к позитивным переменам и открытию турсезона. О том, каких мер в этом году будут придерживаться на объектах размещения туристов, а также какие прогнозы в направлении Абхазии дают туроператоры, расскажет Амелия Бисмарк. 24 помещения в основном корпусе и 9 в дополнительном. Таким номерным фондом располагает столичный отель «Леон». Стоит ли говорить, что в июне прошлого года отель уже был забронирован почти на 100%. Сегодня в таблице бронирования, которая расчерчена аж до сентября, записано лишь около 15 позиций, которые были внесены сюда еще до того, как в республике объявили карантин. Небольшое количество заявок было сделано. И самая первая заявка у нас, получается, будет 1-го числа следующего месяца. Она была сделана 6-7 месяцев назад. Мы вынуждены некоторые бронирования отменять, так как мы не уверены, откроются ли границы или нет. Абхазо-российская граница закрыта с конца марта. Тогда были отменены и все туристические программы в сторону нашей республики. Владельцы объектов размещения оказались в сложной ситуации. Отелю «Леон» удалось обойтись без сокращений коллектива. Но предприятию пришлось понести серьезные финансовые потери. Сейчас вся надежда на открытие границы, рассказывает менеджер отеля. Бронирование у нас откуда? С 1 июля. До этой даты у нас все закрыто. Ничего не нарушаем. Очень мало заявок. Если даже они есть, то они недолгосрочные. Приходят также с заявками, приходят отмены. Это логично. Люди, которые бронируют, они все сопереживают. Мнения людей меняются. Сейчас делать какой-либо прогноз относительно сезона очень сложно. У нас есть возможность понаблюдать за развитием ситуации в Краснодарском крае, который в ближайшее время будет открыт для туристов. И сделать определенные выводы, отмечает президент гильдии ательеров Абхазии Астамур Ахба. Мы надеемся, что в течение двух недель ситуация в Краснодарском крае покажет, насколько, в каких условиях туристов можно принимать и размещать, и оказывать те гостиничные услуги, которые оказывались, и дополнительно, какие меры они предпримут. Я думаю, что за это время мы также в нашей стране будут предпринять меры. Если картина покажет, что можно принимать в таких случаях, никаких вспышек, очагов не будет здесь, то я думаю, что и наше руководство, и службы соответствующие, соответствующие меры примут и создадут необходимые условия для того, чтобы хотя бы на эти два месяца принять туристов. Я думаю, что для этого все необходимые условия будут созданы. Около 60% гостиничных продуктов Абхазии реализуются при помощи российских туроператоров. Многие объекты размещения продают свои номера посредством международной платформы Booking.com. В современных условиях заявки оформляются без предоплаты, чтобы было легче отменять заказы в случае незапланированного развития событий. За последнее время также к нам пришли на рынок такие крупные туроператоры, такие как Библиоглобус, Интурист, Туя, Хальян, Дельфин. Они также заинтересованы сегодня в туристические потоки перераспределить между туристскими регионами Российской Федерации и в направлении Республики Абхазия. Интерес к Абхазии сохраняется, несмотря на сложившуюся ситуацию, отмечает руководитель принимающей компаний в Республике, туроператоров Библиоглобус и Интурист Георгий Ачба. Само бронирование, естественно, идет вяло. Приблизительно с 15 числа этого месяца бронирование оживилось и стало чуть-чуть лучше. Но опять же это в связи с надеждой на открытие границы 1-го, 3-го июля, не знаю, 5-го и так далее. Что касается самих туристов и что касается людей, которые хотят к нам приехать, они, конечно, так как не могут гарантированно понимать дату открытия, они задают огромное количество вопросов. Все время звонят, все время что-то спрашивают. Мы стараемся как-то реагировать, отвечать, объяснять. И каждый раз, когда переносилось, там по 15 дней, да, вот это вот открытие границы карантина и все такое, каждый раз вот в последний момент люди получали эту информацию. Роспотребнадзор в связи с пандемией установил определенные правила, которые в этом году будут предписаны всем объектам размещения, чтобы снизить риски распространения инфекции. Согласно первым прогнозам, подобные меры могут понести за собой удорожание туристического продукта на курортах России. Главное, чтобы подобное не произошло и в Абхазии, отмечает президент гильдии ательеров. Надо понимать, что сегодня не та ситуация, когда можно повышать цены на теле и на услуги. Но требования тоже надо исполнять и надо придерживаться к этим требованиям. Мы же все понимаем, что, конечно, и работать надо, но и элементарные условия также надо создавать. И где эти условия не будут, конечно, не могут размещаться туристов или оказываться те или иные услуги. В отеле «Леон» все готово к приему гостей. В номерах идеальная чистота, а дезинфекция помещений даже в отсутствии отдыхающих уже стала нормой для персонала. Это никак не сказывается на стоимости номеров. Цены здесь не повышаются уже несколько лет, рассказывает менеджер объекта. Горничные, они как бы всегда задействованы. То есть, если в сезон, то есть, их там порядка трех-четырех до пяти человек, то сейчас как бы они поэтапно выходят, и влажная уборка постоянно осуществляется в номерах. Помимо тех норм, которые как бы просто должны быть в гостинице, сейчас в условиях пандемии как бы есть еще дополнительные какие-то дезинфицирующие средства, чтобы не было какой-либо зацепки в плане того, что там может быть какая-то инфекция или какие-то микробы. То есть, ну, есть у нас туристов, нету, мы как бы все чистится, убирается, увлажняется и все дезинфицируется. Тяжелая ситуация в бюджете образующей туристической отрасли негативно повлияла на экономику страны. Но даже при отсутствии финансовых средств надо сделать все возможное, чтобы после снятия ограничений курортный сезон был организован на достойном уровне. Для решения этих задач, считают специалисты, в республике в ближайшее время необходимо создать антикризисное управление. Амелия Бисмарк, Инал Агухава, Руслан Орлов для событий недели. Итак, на этой неделе в центре имени Зураба Ачба «Мир без насилия» эксперты Центра социально-экономических исследований провели встречу с представителями турбизнеса, на которой обсудили проблемы в сфере туризма, возникшие из ограничений, введенных в стране в связи с пандемией коронавируса. Каким выводом пришли участники встречи, а также насколько важно сегодня выработать стратегию развития туристической отрасли в республике, мы побеседуем с гостем в студии, руководителем Союза туризма Абхазии Анной Калягиной. Здравствуйте, Анна Владимировна. Здравствуйте. Начну с разговора о встрече, которая произошла 17 июля. Была встреча с участием представителей Центра социально-экономических исследований. Это наши ученые, наши эксперты, которые думали о том, как отрегулировать положение дел, ситуацию в туристической сфере. Для вас, представителей турбизнеса, насколько была полезна эта встреча? Спасибо большое Центру за то, что они организовывают такие встречи, такие семинары. Мы не первый раз присутствуем на них, и такая площадка, я думаю, очень нужна и вообще очень полезна для любых обсуждений, потому что наши ученые делают какие-то заключения, ведут аналитику и какие-то прогнозы на будущее. Им за это большое, огромное спасибо, что они прослушиваются к нам, учитывают наше мнение. Поэтому, конечно, безусловно, эта встреча была очень полезна. Представители турбизнеса говорили о том, что нет именно некого плана, по которому должны действовать сейчас все люди, которые работают в туристической сфере, будь то ательеры или в сфере услуг. Как вы его себе представляете в нынешних условиях, в условиях закрытия границ и очень сильно ограниченных действий со стороны туристических ферм? Хочется сказать о том, что наше руководство страны, конечно же, беспокоится о населении и о бизнесе, разрабатывают какие-то планы и регламенты. Это, безусловно, ведется эта работа. Мы надеемся на это и так думаем, потому что бизнес сейчас находится, конечно, в таком подвешенном состоянии. Можете себе представить, что мы отсидели апрель неожиданно, май. Теперь уже мы квартал практически сидим без работы, без каких-то определенных горизонтов планирования, которых просто не существует. Поэтому нам, конечно, сейчас в настоящее время очень тяжело и сложно. И мало того, мы еще с придыханием ждем тех решений, тех регламентов, которые, возможно, будут, они же должны быть, мы же должны на каких-то условиях выйти из карантина и начать работать, если мы начнем. А я думаю, что это будет, с туристами. Конечно, наша страна и наше правительство обеспечивают полностью безопасность граждан. Как граждане уже сами обеспечивают свою безопасность, это как бы на плечах самих граждан. Но внутри страны мы очень вовремя закрыли границу. Мы считаем, что это было очень вовремя сделано, безусловно. У нас нет заболевших на территории Абхазии. Все это возное. Конечно, санитарно-эпидемиологическая служба принимает все усилия для того, чтобы не допустить распространения данного вируса. Но помимо этого, мы видим, что в Краснодарском крае, в Крыму и вообще по всей России идет постепенное ослабевание каких-то там вводимых тех регламентов, которые были в карантин приняты. И какой-то план выхода, дорожная карта, она существует. То есть Краснодарский край, мы, как мы с вами знаем, 21 числа уже запускает себе из других регионов полностью, приглашает к себе в отеле отдыхать на побережье. В связи с этим первый вопрос. Это безопасность наших граждан в случае, если мы откроем границу. Этот вопрос не снимается, он самый необходимый, самый важный. Это не значит, что турбизнес хочет просто с головой нырнуть в работу. Мы так хотим денег, что мы просто готовы пожертвовать безопасностью. Нет. У нас у всех есть дети, у нас у всех есть родители. Мы сами тоже хотим быть здоровыми и жить долго и счастливо. Но есть другая сторона этого вопроса. Мы все равно не сможем жить всегда в вакууме. Мы не сможем не выйти из карантина, мы не сможем, мы и не должны, и это неправильно будет вечно быть закрытыми. Поэтому какой-то план, по которому мы будем выходить. У всех стран по всему миру есть определенные планы. Я знаю, что у регионов России тоже есть планы по выходу из карантина. Первый этап, второй этап, третий этап. Сначала открываются летние площадки ресторанов, потом открываются пляжи, потом открываются кинотеатры. То есть все эти регламенты уже прописаны. Люди уже знают, к чему готовятся. С одной стороны, мы смотрим на ту ситуацию, которая происходит сейчас в Российской Федерации. и смотрим внимательно на то, как их ослабление всех мер влияет на ухудшение эпидемиологической ситуации или улучшение. И еще, мы смотрим на них, что у нас будет дальше. Но еще мы и должны понимать, что если мы не подготовимся заранее, нам будет очень сложно выйти из карантина. Вот так вот в одной части, по щелочку пальцев, мы этого не сделаем. Я хотела бы спросить, как сейчас обстоят дела с бронированием? Мы знаем, что до последнего времени бронирование было запрещено. Этот запрет существует и сейчас. В ином постановлении по работе туристической отрасли у нас приостановлено бронирование, у нас не работают экскурсионные маршруты внутри страны, даже не передвигаются. Поэтому сейчас все находится в таком замороженном состоянии. Нам очень много звонят наши туристы, нам очень много звонят наши коллеги, турагенты, туроператоры. Узнают, как у нас дела, готовы ли мы принимать гостей. До этого постановления, в принципе, мы собирались сразу после закрытия границы, мы собирались с Абхазским союзом туризма на небольшое совещание, и на котором обсуждали, что давайте мы тогда сделаем бронирование без предоплаты, снизим цены и скажем, что мы готовы вас принять, ну давайте июнь, июль, август будем бронировать, принимать эти брони, записывать людей. Мы действительно, у нас были же бронирование еще до этого сделано, до пандемии. У кого-то уже в ноябре, в декабре, в январе были бронированы практически все лето. И вот сейчас, после этого постановления, бронирование мы вынуждены были приостановить, прекратить. Но общение с туристами ведем постоянно, и общение с нашими гостями непрерывно производится. Очень хочется, чтобы... У нас было заседание недавно в Кабинете министров, откликнулись на наши письма и премьер-министры, и министры. Мы с ними общались, разговаривали по всем вопросам, включая пойти нам навстречу в налогообложении, хотя сейчас и государство тоже очень тяжело и сложно, и в то же время разработать какой-то регламент по выходу из этого, какие все-таки меры принимать по безопасности персонала, нашего населения и туристов самих. То есть это все мы обсуждали, и было сказано, что за неделю, как только мы откроем границу, мы дадим вам знать. Очень сложно за неделю вообще что-либо сделать. Подготовить туристические объекты, подготовить объекты показа, подготовить отели к открытию – это невозможно. Кроме этого, нам практически невозможно будет открыть бронирование. То есть это не значит, что за неделю мы сообщили своим туристам, что давайте приезжайте, и они тут же через неделю к нам приехали. Это не так. Потому что люди очень многие уже пропланировали свой отпуск на месяц вперед. И если мы говорим, что мы открываемся, допустим, 1 августа, ну это так, гипотетически, да, если мы откроемся 1 августа, то на сегодняшний момент, в конце июня, 1 августа у нас брони пойдут. Ну это за месяц у нас месяц. А если мы это скажем, например, 21 июля мы скажем, что 1 августа мы открываемся, то у нас бронь придет, первая бронь, возможно, ласточкой прилетит там 10, 11, 12 числа. Я не говорю, конечно, о каких-то там случайных бронированиях, заездах на экскурсии и так далее. А именно вот серьезный такой поток и масса, также и туроператоры, и турагенты, они же должны подготовиться, они должны сделать рекламу, они должны прорекламировать нас, они должны принять там предоплату, забронировать. То есть это такой процесс, что касается и подготовки к принятию туристов, а если у нас еще будет какой-то определенный регламент по принятию туристов, и нам его нужно будет исполнять, это же нужно будет еще и к регламенту этому подготовить. Конечно, нам минимум 2 недели только нужно для того, чтобы подготовиться к принятию гостей. Вот эти фирмы, которые занимаются экскурсиями, у них же тоже какой-то определенный этап для подготовки, который им необходим. Конечно, нужно подготовить не только транспорт. У нас сейчас внутри республики экскурсионные бюро, которые работают, они ставят на улицах своих реализаторов туристических экскурсий. И нужно нанять реализаторов, расставить их. В городах и районах у нас существует какой-то регламент по выставлению всех. Ну, понятно, там все на свои старые точки встанут, но опять же, это нужно заключить договора, там какие-то документальные вещи происходят, еще что-то. То есть стихийно это вот так вот просто взяться и побежать, так тоже не получится. Мы же готовимся к сезону, обычно мы с марта начинаем уже готовиться как-то. И экскурсионные бюро, конечно, тоже должны подготовиться, им тоже нужно время на это. Да, вот мы говорим, что это официальная структура, может быть, какой-то план не предлагают, да. Но что, как видите вы ситуацию и выход из нее? Есть ли он вообще сейчас? В настоящее время прогнозировать все очень сложно. Не берется брать на себя ответственность, никто и не возьмется. Потому что ситуация такая, она как бы во всем мире существует. И действительно, еще раз повторю, что я думаю, что мы будем сейчас смотреть на то, как развиваются события в Краснодарском крае. То есть вот то, как у них сейчас все это происходит, они сейчас открыты будут для туристов. Как они все это переживут и как они это все выдержат, это нам будет как лакмусовая бумажка. А что может быть у нас? Ну, такие форс-мажорные обстоятельства могут быть и в будущем. Допустим, переживем коронавирус и даже его вторую волну, но что-то может возникнуть и в будущем. Может быть, как раз и нужно менять стратегию туристической сферы, развития туристической сферы, о которой вы говорили на этом семинаре. Вот как вы считаете, сейчас я знаю, Турция, она перепрофилируется, то есть она меняет пляжные потоки на экскурсионную деятельность. Другие страны как-то по-другому себя ведут. Но что может предложить Абхазия? То есть вы говорили, в частности, о том, что, может быть, и хорошо, что мы не успели понастроить огромных отелей, которые требуют множества людей, и мы можем пойти по чуть-чуть другому пути развития. Как вы видите этот путь? Все правильно вы говорите, что если бы мы сейчас понастроили очень много фешенебельных отелей, что, в принципе, конечно, мало верится, но возможно, например, вы пошли по этой стратегии. Во-первых, их содержать. Сейчас бы они были все банкроты. Нам и так сейчас всем пансионатам и отелям очень-очень тяжело и сложно выживать. Что касается стратегии развития туризма, мы сейчас смотрим на то, как развивается туризм в мире и то, как вообще все люди смотрят на свои путешествия. Очень многие люди сейчас поедут в отдельный апартамент. Очень сейчас многие люди поедут в отдельные шале, коттеджи. То есть это не просто откуда-то взято, это статистика, которая сейчас уже аналитиками выведена. Это опросы. Очень многие в интернете можно посмотреть опросы, как люди говорят о своих путешествиях. Уединенный отдых. Отдых, где коттеджи стоят друг от друга на расстоянии, где капсулированно люди находятся своей семьей отдельно. Там же могут готовить, там же могут стирать. То есть вот они изолированы. То есть такой некий изолированный отдых, потому что люди сейчас, конечно же, будут бояться заболеть. А вот в России люди более смелые. Они вот ринулись все отдыхать, и все вместе, все скучно. Но вот давайте опять же посмотрим сейчас, как развиваться события будут. Вдруг люди опять сейчас начнут болеть, испугаются и действительно будут уже держаться друг от друга на расстоянии. Поэтому нам в принципе придумать ничего не нужно. У нас уже все есть, надо просто этим пользоваться. И развивать именно вот такой экологичный отдых в лесу, на берегу реки, на берегу моря, в горах. То есть именно такие вот виды недорогого, а также и дорогого отдыха, потому что это может быть и дорогим. Потому что каждая локация, она стоит определенных денег. Есть такие виды, которые стоят на миллион. И сняв домик где-то с видом на водопад, человек заплатит очень много денег. Поэтому если мы с вами сейчас будем продумывать уже стратегию развития туризма именно в этом направлении, то, наверное, результаты нас ждут хорошие. Это первое. А второе, надо подумать, наверное, еще и о том, что вдруг что-то такое повторится. Поэтому хочется, чтобы наш бизнес сейчас начал думать о подушке безопасности. Не на месяц, не на два, не на три, не на полгода. Чтобы не оказаться вот так, как мы сейчас в плачельном состоянии, оказались все, абсолютно все. Вот смотрите, пандемия началась же не... Ну, как бы она началась в Китае давно, но мы закрылись в марте, в самый такой момент, когда у нас должны были уже начаться бронирования. Вот если бы в декабре это началось, ну, допустим, мы бы вышли сейчас из карантина, там, в марте, в апреле. Все нормально, лето открылось, мы начали работать. А мы же начали именно закрываться перед самым сезоном. И у нас уже и деньги закончились, и должны были поступить новые вливания, кому-то уже поступили, которые люди вернули. Возвратов же у нас очень много. Поэтому нам очень тяжело сейчас, очень сложно. У людей никаких запасов абсолютно не осталось. Люди не знали, что попадут в такую тяжелую ситуацию. Мы не думаем о том, что вот действительно нам сейчас туризм приносит столько денег. Он как бы сезон как сам собой. Он наступает, мы зарабатываем, работаем, и дальше живем, не задумываясь. Вот сейчас, наверное, стоит об этом задумываться, как планировать свою жизнь, и как планировать свои финансы. Вы затронули тему экологического туризма, сельского туризма. Эта тема была на встрече тоже затронута. Действительно, это очень сейчас трендово в мире. Очень много людей хотели бы так отдыхать. И в Абхазии есть для этого очень хорошие условия, даже уникальные условия. И, наверное, было бы глупо этим не воспользоваться. Знаю, прогнозы дела неблагодарные. Не хочу вас как бы заставлять. Но, тем не менее, может быть, вы видите впереди какую-то перспективу по поводу открытия, не знаю, нашего туристического сезона. Состоится ли он, или это будет ближе к осени. И вот что вы думаете? Очень хочется надеяться, что мы все-таки выйдем из этой критической ситуации, что способствовать будет этому все, и мы все-таки к концу июля начнем работать. Это самые оптимистические прогнозы, на которые мы рассчитываем. А о плохом давайте не будем думать, что мы будем здоровы, живы, что у нас все будет хорошо, и мы еще сможем принимать туристов. Благодарю за интервью. Спасибо за то, что пришли к нам в студию, ответили на вопросы. Спасибо, всего доброго. В нашей программе принимала участие президент Союза туризма Абхазии Анна Калягина, которая в том числе рассказала о важности разработки стратегии развития туризма в республике. Ситуацию в сфере туризма обсудили и в пятницу на заседании Координационного совета по защите населения от коронавируса. Глава правительства Абхазии Александр Анкваб поручил представителям медицинского сообщества Абхазии совместно с Минтуризма сформировать экспертное мнение об открытии турсезона в республике и вынести вопрос на ближайшее заседание до 1 июля 2020 года. А теперь к другим темам. В Министерстве обороны новобранцы абхазской армии приняли присягу на верность Родине. Молодое пополнение солдат напутствовали их командиры и родственники. За торжественной церемонией наблюдала наша съемочная группа. Репортаж Гугуцы в Ардания. Клятву достойно служить и защищать родину новобранцы абхазской армии произносят с гордостью и волнением в голосе. К принятию присяги солдаты готовились по-особенному. Ведь именно с этой торжественной церемонии начинается настоящая служба в рядах Вооруженных сил Республики Абхазия. Уже по сложившейся традиции торжественная церемония принятия присяги проходит на плацу Министерства обороны Республики. До нее молодые люди освоили курс молодого бойца в учебном центре Министерства обороны. Они обучились строевым приемам, адаптировались в войскам коллективе, обладали стрелковым вооружением. Считаю, что цели достигнуты. И они готовы служить в частях и подразделениях Министерства обороны совершенствуя свое военное мастерство. В воспитании каждого гражданина должны быть заложены основные вещи. Это любовь к родине, верность своему государству. Так как 27 лет тому назад молодые ребята уходили на войну, и многие из них не вернулись. Мы все должны помнить об этом, не забывать, чтобы также в дальнейшем в мирное время служить своей родине. Распределять новобранцев будет руководство. Пожелания солдат здесь не имеют значения. Главное – навыки и способности, которые они уже успели продемонстрировать на курсах молодого бойца. Что же касается самих новобранцев, каждый из них считает своим долгом верно служить родине. Пару лет назад у меня брат принимал присягу, я смотрел на него и радовался. Но это было реально красиво. Я хочу своей родине служить как настоящему. Сегодняшний день для меня – это важный день, очень важный день в моей жизни. Мы очень много готовились. Тут каждый достоин принять присягу военную. По традиции на торжественной церемонии присутствовали родители новобранцев. Они с волнением наблюдали за тем, как их дети дают клятву верности родине. Каждый из них старался сказать важные и напутственные слова. Я думаю, что они достойными сыновьями своей обстоятельности будут. Ряды Министерства обороны Республики Абхазия пополнили 42 новобранца. Товарищ майор, личный состав молодого пополнения в количестве 42 человек в военной присяге приведет. Кугуцевар Даниэль, Дардамиров, Абхазское телевидение. Государственный музей боевой славы имени Ардзенба и представительство Россотрудничества в Абхазии присоединились к проекту Международная команда волонтеров 75-летия Победы. 21 июня в 21 час на набережной у памятника неизвестному солдату пройдет акция «Свеча памяти», посвященная трагическим событиям начала Великой Отечественной войны. А 22 июня пройдет церемония возложения цветов к памятнику неизвестному солдату. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok